ребята всем привет днем у нас было тепло плюс 8 и раз вечером вот мы вышли гулять уже идет снег и все замело просто снег опад такая погода так проносятся поезда две минуты вышла с собакой погулять гулять ее в туалет вывести и не захожу вон вся шапка сниму все вокруг замело завтра покажу как будет красиво здесь мои любимые гренки все время вспоминаю бабушку которая жила в моем подъезде в днепре которая меня научила делать эти гренки вроде обычная такая еда но мне так захотелось это сверху плавленый сыр из дому здесь такого сыра не купишь если вам интересно спрашивайте я поделюсь рецептом хочу вложить деньги в свою учебу и развитие я сомневалась делать ли такое видео или не делать но сегодня произошел очередной случай после которого мне захотелось снять видео по поводу мошенничества хотела бы сказать что мне очень стыдно за наших граждан которые такое делают и надеюсь что это видео кому-то послужит уроком и будет полезно есть телеграме группа которая называется беженцы в швейцарии беженцы в цюрихе украинцы в швейцарии и вот в таких группах люди делятся полезной информацией там где можно полечить зуб как найти работу и разная такая информация которая очень нужна и я тоже в этой группе есть иногда тоже делюсь какой-то своей информацией и получается в один из дней перед новым годом женщина написала пост что она приехала из украины с детьми здесь и начала изготавливать домашнюю выпечку домашние торты и продает их я решила поддержать этого человека и решила думаю закажу у нее торт чтоб человек что-то заработал и мне какой-то будет торт бисквит к новому году я написала этой женщине задала вопрос можно ли сделать торт на заказ к новому году она сказала что да без вопросов мы все с ней договорились я дальше к видео вставлю нашу переписку в итоге вроде как она и отзывы какие-то написала которые там не писали и я решила довериться она спросила точно ли я готова к этому всему я сказала да она сказала что надо скинуть небольшую предоплату для того чтобы купить продукты чтобы я потом не отказалась от своего заказа я и скинула на следующий день деньги и через какое-то время она видно собрала какое-то количество таких заказов просто исчезла в телеграме стала не в сети и не выходила на связь я конечно же обратилась службу поддержки банка через который я скидывала предоплату они мне помогли составить заявление и попросили чтобы я это заявление отправила на электронную почту киберполиции я это все сделала ну конечно это сложно делать когда ты за границей в итоге ну по сей день никакой информации нету потому что там не был нормально указан номер телефона там не было никакой конкретной информации кроме кроме номера карточки и фамилиями отчества на кого я переводила эти деньги и вот так вот получилось но я как бы отпустила эту ситуацию пока не стала видеть что эти люди продолжают писать такие же сообщения в телеграме и опять они собирают там деньги на готовку пельменей на выпечку на еще какие-то услуги я сначала какое-то время писала сообщение потом скидывала эти скрины полицию но как бы результата пока никакого нету потом вот у меня такая ситуация произошла что ну хочется мне найти работу с большей заработной платы чтобы я могла снимать нормальное жилье отдельно я не знаю что они ждали что мне тут кого-то потели и не переживать за то что сколько у меня там будет денег оставаться в итоге я недели две назад точно также в этом телеграм канале написала сообщение что ищу работу там написала кем я сейчас работаю написала какой у меня уровень знания языка и в надежде на то что мне кто-то что-то напишет написала что пишите в личные сообщения проходит вот пару недель и сегодня приходит сообщение очень интересное от мужчины который пишет я по поводу работы предлагаю работу там какое у вас образование но я ему написала ответ какое образование то есть люди делают так чтобы расположить как-то ну вот жертву к себе то есть это какой-то момент психологии потом дальше начинается какая-то переписка и в итоге человек пишет что для того чтобы помочь вам найти работу мне надо чтобы вы скинули ваше резюме вашу пластиковую фотографию вашей пластиковой карточки по поводу статуса что вы здесь находитесь также фотографию вашего паспорта и очень кучу разной личной информации естественно я не стала отвечать на эти сообщения даже не стала утруждаться писать что ну может сразу кредит возьмете на меня там или еще что-то в итоге через какое-то время начинается ну такая писанина по-другому сказать не могу подобрать нужного слова что вы собираетесь мне скидывать ваши данные или нет и чуть ли не с какими-то такими наездами и в итоге через несколько минут когда я освободилась собралась как-то ответить уже человеку что но больше нет здесь как сказать культурно лохов и в итоге как бы человек взял просто удалил переписку потому что но наверно побоялся что где-то опять подадут какое-то заявление или какие-то будут разбирательства просто вот так вот происходит здесь в швейцарии и я думаю что это делает явно не граждане швейцарские это все наши и не только наши а и с других стран русскоговорящих и просто вот так вот обманывают поэтому еще раз хотела бы всех как-то застеречь сказать что не делайте так не скидывайте никаких предоплат если хотите какой-то сделать заказ или какое-то доброе дело делайте через знакомых проверенных людей которых вы знаете и вроде и деньги небольшие но на душе неприятно получилось больше от того что вот к сожалению такой у нас народ так что вот такие вот у меня дела завтра мне на работу собираюсь сейчас поужинать и буду отдыхать всем спасибо за ваши подписку за ваши просмотры за ваши сообщения комментарии мне очень все это интересно я все читаю и желаю вам чтобы вас никто никогда не обманывал и будьте умнее всем пока пока до новых встреч и